Россиян ждут длинные выходные. Большинство не будет работать уже в пятницу. Многие уедут на дачу, кто-то отметит праздник застольем. А что конкретно отмечаем? Вопрос для многих не такой уж принципиальный. Мало ли праздников в нашей стране. О том, что 12 июня – это День России, и уж тем более о том, что связано для нашей страны именно с этой датой, знают немногие. Какой праздник будем отмечать скоро? День России. А что это за праздник? Ну, это государственный праздник, выходной. День, не знаю. День России. А что это за праздник? Без понятия. Вы сказали об этом, мало ли. Не знаю. Не знаете? День России, не знаете такого праздника? Ну, это обычный выходной. Я не знаю, на самом деле. А, День города. Колорфест. Не знаю, День народного единства. Завтра день, день независимости. Ну, независимость как бы нашей страны. Независимость от кого? От всех. Согласно результатам опросов, Днем независимости 12 июня считают около 40% россиян. Между тем, до 2002 года праздник назывался День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Затем название стало проще и о самой декларации уже практически никто не вспоминает. Декларация была принята на первом съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года, когда Ельцин объявил о том, что законодательство и конституция РСФСР является превалирующей над законами Советского Союза. При этом наша страна продолжала оставаться в составе СССР, поэтому восприятие праздника как День краха Союза неверно. Безусловно, принятие декларации стало знаковым моментом в истории и во многом приблизило распад. Но, по мнению Сергея Богданова, на тот момент он был уже неизбежен. В принципе, СССР распадался, исходя из заложенного механизма. Это он был изначально заложен, то есть можно было завидеть в своем выходе. До порода времени это сдерживалось, конечно, решающая воля Москвы и Компартии и так далее. Ну а после того, как перестройка эти механизмы разрушила, то вот как раз это все и стало происходить. По сути, принятие декларации стало началом отсчета новой истории России. И праздник можно считать одним из самых главных для нашей страны. В этот день проводятся патриотические мероприятия. А в школьных лагерях детям напоминают, что 12 июня – это не просто выходной. День России. Мы всегда и в лагере отмечаем, и с ребятами, и в мае уже говорим об этом дне и готовимся заранее. И все-таки пока что смысл праздника для многих остается не до конца ясным, в том числе и как его надо отмечать. В итоге день, призванный объединить народ, до сих пор остается просто красным днем календаря. Светлана Маркина, Руслан Попов, РНТВ «Пилот».